вот они грязи лечебные наступило утро поспали мы ночью поднялся сильный ветер палатку шатала а утром пошел дождь и вот он только недавно прекратился это немножко покапывает давайте пройдемся к морю посмотрим что там у нас с морем как выглядит пляж вчера мы приехали уже вечером не стали идти потому что темно еще хотели половить рыбу надо бы не сейчас достать удочки распаковать но у меня есть одна проблемка что-то как-то вчера так спонтанно собрались выезжать выехали я даже ничего теплого не взял не пайта не кофту короче я в футболке и в шортах а на улице так прохладно 20 градусов где-то даже если не меньше рыбаки уже рыбачат ну что будем мерзнуть вот оно море берег а кто знает напишите в комментариях что это такое весь берег усыпан море чистенькая хороший такой заход песочный но купаться наверно не получится по крайней мере сейчас надо подождать может быть распогодится а собирать удочки сейчас немного позавтракаем и будем ловить рыбку песочек мокрый после дождя вот наш лаги со стороны так выглядит а вот и наш пятизвездочный отель с санузлом со всеми делами сделали небольшую рокировочку переставил немного машину стол мангальчик перенес более-менее защитились от ветра поднялся ветерочек сейчас готовим завтрак пойду разжигать мангальчик не было ничего очень а завтракать мы любим фруктами арбузик дынька нектарин абрикосики самый лучший завтрак а катя пробует арбузик сакские арбузы вкусный так будем жарить наши устные вега сосиски нежные шапура у нас деревянные сосиски без мяса все как не у нормальных людей ну вот такая у нас получается балалайка а Вкусно? Да. Очень. Абрикосы супер. А арбузик тоже? Да. Играет музычка у нас. Жарятся сосиски с грибочками. Разве это не прекрасно? Природа, красота, никаких жучков, букашек нет. Ветер утих. Чуть не хватает солнышка, зато мы в теньке. Класс. Если распогодится, пойдем купаться. Как я всегда и говорю, отдыхать всегда хорошо. И в пятизвездочном отеле, и в пятизвездочной палатке. Главное это делать с душой. Каждый видит то, что он хочет видеть. Это и относится к отдыху. Хотите видеть прекрасное, будете видеть прекрасное. Хотите видеть плохое, мусор, шмусор, будете только это и замечать. А мусора здесь и правда, ну не сказать, что много, но есть. Мы немножко приберем. Вот такие свиньи. Оставляют за собой банки, бутылки. Не хотелось бы конечно, чтобы так делали, но люди свиньи. Вообще мусор забирайте с собой всегда. Если мусор органический, там продукты, остатки можно закопать. А весь мусор, пластик, бутылки, пакеты забирайте с собой. Вот такой у нас завтрак. Удобно, кстати, тарелочки вот такие брать с собой. Пластмассовые, многоразовые. Взяли с собой, потом дома помыли и опять взяли. Не нужно разбрасывать пластиковые, покупать их. Эти одноразовые тарелки, они разлетаются. Мы берем такие тарелочки. Пойдем улыбку ловить без линдаса. Поставил я удочку одну. Наживки у меня нет. Я использовал силиконовые какие-то черви нашел. То, что у меня было. Пока никто не клюет. Рыбаки там вдалеке тоже сидят ловят, махают удочками. Немножко распогодилось, но солнца не хватает. Поэтому купаться я не знаю. Море чистенькое, классное, но прохладненькое. Собираются рыбаки и наловились. Оба, подсек. Сейчас посмотрим, кого поймают. Опа, кого-то поймал. Пеленгаз, похоже. Мы не ловим, но хоть кто-то поймал. Опа, еще одна поклевка, вы видели? Один поймал, второй. У меня тоже удочка пищит. Наверное, тоже кто-то сидит. Есть, еще одна, смотрите, одна за одной. Хорошая. Значит рыба есть, ее нужно уметь поймать. Ага. Да, это что-то белое, непонятно. Экологическая катастрофа что ли? Что это такое? Мне все интересно. Кто знает напишите. Экологическая катастрофа. Вот такая у нас наживка силиконовая. А рыба не дура, не клюет. Нужен червь, не реис. На него пеленгаз клюет. А на силикон не хочется. Почитала, что это такое. Только что здесь интернет ловит, кое-как работает. Оказывается, это радиотелескоп. Их было построено три штуки. Один вот здесь у нас в Молочном, на побережье Черного моря. А второй расположен в поселке Галенки, Приморского края. А третий начали строить в 81 году, но так и не достроили его. А этот построили в 78 году. Закончили. Так что это радиотелескоп. Оказывается, на 100 рублевую купюру он и изображен, этот радиотелескоп. Вот он. Я пока не решился. Не хочет рыба клевать на силиконовые наживки. В следующий раз возьмем червячка, наверное. Рыбу мы не поймали, удочки собрали. У нас такая мысля появилась, остаться еще на одну ночь. Погодка наладилась, ветра нет, солнышко, класс. В море мы покупались. Водичка холодных градусов, наверное, 18-19. Но ничего, освежились, класс. И готовим обед. На обед у нас будут макарошки, мангальчик, дрова экономим, потому что дров я взял. Пару охапок, но уже осталось немного. А мы еще хотим пожарить сыр, тофу, еще что-то у нас есть на пожаре на вечер. А сейчас будут у нас просто макарошки, помидорчики, огурчики, салаты и какие-нибудь овощи. Тихо, спокойно, классно. Попозже пойдем еще покупаемся. Немножко прибрали территорию, пару пакетиков мусора собрали и вывезем. Так, почище у нас стало немножко здесь по приятнее находиться. Есть прелести в таком отдыхе, все-таки есть. Главное подготовиться к этому отдыху, чтобы у вас была палатка, допустим зонтик от солнышка, столик раскладной, стул. Ну, в общем, все, чтобы вы не парились. Мангальчик, дрова с собой взять, чтобы у вас была кастрюлька. Потому что если вы приедете вообще пустые, там, без матрасов, без, короче, всякого вот этого туристического шмурдяка, то будут, конечно, в напряг. У нас, конечно, не все. Много не хватает, там, умывальничек, газовой плиточки, вот. Ну, самое основное, в принципе, вот вы видите, этого вполне хватает для хорошего, комфортного отдыха в таких условиях. Кто вот желает бюджетно отдохнуть, отличный вариант. Приезжайте в село Молочное, недалеко от Евпатории. Здесь вот это озеро, я про него расскажу чуть позже, это лечебное озеро. Там можно грязями обмазаться. То есть ставите палаточку, машину, все бесплатно. Привозите с собой стол, стул, зонтик от солнца. Тут же море. Вообще класс. То есть отдыхаете неделю-две. Ну, мало ли, кто любит, у кого нет денег, там, хочет бюджетно отдохнуть в Крыму. Вот вы можете приехать полноценно здесь, в принципе, встать. Если вы хорошо заряжены в плане туристического шмурдяка, у вас все есть. Можете себе организовать очень хороший отдых. И грязями мазаться, и рыбу ловить здесь же можете. Если вы ее едите, можете ее есть. Тут же купаетесь в море. Готовите, класс. Есть недалеко, здесь село Молочное буквально. Вот мы завтра поедем, будем уезжать. Если сегодня останемся, то поедем завтра. В принципе, для такого отдыха дикого, все здесь есть, все что надо. Ну, вот вы сами все видите, я говорю и показываю вам пейзажи. Можно натянуть шатер между деревьев, можно с собой принести шатер, в общем. Кому надоели отели, пансионаты, все эти, вот пафос. Приезжайте сюда, располагайтесь, отдыхайте, класс. Причем сейчас июль месяц, так сказать, высокий сезон, разгар. Все. Места всем хватает. Макарошки поставили. Хотим к макарошкам пожарить вот такие сардельки. Сейчас их откроем. Сосиски мы сделали с утра, вкусные были, отличные. Сейчас пожарим 2 сардельки такие. Попробовал я вот эту вот сардельку не очень, то есть мне не понравилось вообще. Сосиски были нормальные, а сардельки эти так себе. То есть лучше овощей сделать на гриле. Ну так, короче, можно съесть, но не очень. В следующий раз я их уже брать не буду. Пообедали. Теперь убираем. На природе обязательно убирайте за собой сразу еду. Все тарелки мойте, протирайте, либо прячьте, потому что мало ли муха. Сейчас мало мух, живности нету практически, вообще там пару каких-то там букашек пролетит. А бывает такое, что мухи там еще, ну представляете, муха там на какашку села, а потом вам на тарелку. Там на колбасу или там на хлеб, а вы потом едите. То есть у нас даже были случаи, мы ездили с друзьями и тоже поотравились. Кто вот пренебрегал, та, та, а потом раз и все с диареями. Так что тоже будьте внимательны. Наш термосок. Вчера мы его забрали со льдом. Вот, смотрите, до сих пор лед в бутылках есть. То есть теплый арбуз положили, теплую дыню. Сыр тофу у нас холодный, вот, грибы. То есть это все было теплое, мы положили в этот термос холодильник. И до сих пор, считайте, у нас вечер, он просто день, вечер, ночь. И вот сейчас уже пять часов вечера и еще лед есть. То есть там все охлажденное в нем. Очень удобная вещь. То есть мы едим и арбузик холодный, и дыньку будем завтра есть холодную, и сегодня фрукты холодненькие. Ну и продукты у нас не пропадают. Давайте прогуляемся. Вот это озеро. Называется Конрад. Насколько я понял, это Конрад. А дальше, вон там, там даже какая-то железная дорога есть между ними. Это уже озеро Соленое, и там лечебные грязи полезные. Кто любит обмазываться, там для кожи полезно. Ну вот, кому интересно, почитайте. Озеро Соленое, село Молочное, Крым. Здесь очень большая концентрация соли. Обычно эти места очень сильно соленые. Да, да, это грязи. Вот они, видите, как выглядят. Это ж сакские грязи, это то же самое. Их продают в магазинах. Процедуры там спа всякие делают. А если вы хотите настоящую, живую, пожалуйста, вот здесь прям достаете грязи. Заходите, выкапываете себе руками. Обмазываетесь, ждете пока высохнет. И идете вон туда. Там море. Давайте прогуляемся сейчас туда. Вон, в сторону этой космической антенны. И посмотрим, что там у нас. Кстати, обратите внимание. Вот сегодня я снимал эту антенну. Она вверх смотрела. А сейчас она повернулась в сторону. Значит, она рабочая. Хорошо не на нас. Наверное, на нас если повернется, то можно сразу весла сушить. Здесь недалеко пляж-пансионат Береговой. Это вот, наверное, видим оборудованный пляж. Состоянкой. Здесь тоже дикарями стоят. А вот железная дорога, про которую я говорил. Здесь, по-моему, трамвай ездил когда-то. Вот здесь, получается, два озера. Вот это я сейчас снимаю. Озеро Соленое. Нет, это Озеро Соленое большое. А вот еще Озеро Соленое. Да, это Озеро Соленое. А вот с правой стороны это озеро, где мы только что были. Только что я его показывал. И вон там на горизонте с правой стороны стоит наш лагерь. Ну и море вот сейчас здесь. Как раз прямо по курсу там море. Вот он пляж береговой. Напоминает места не столь отдаленные. Забор. Забор. Все обнесено забором. Не знаю, насколько это хорошо. Но вот такой забор. Сейчас пройдемте, посмотрим. Я отсюда как раз сниму пляж. В принципе неплохой, широкий, большой. Ну ничего необычного, короче. Заброшенный такой. Полузаброшенный. И забор. Обязательно забор. Идем дальше на Озеро Соленое. А кто вообще разбирается, кто знает, напишите в комментариях. Реально полезны эти грязи или нет. Вот в магазинах продаются. Я так понимаю, это тоже самое. Кто может купался, кому помогает, напишите. Интересно будет. Лужица небольшая. И видно вот, что как будто лед. А это соль. Так кристаллизуется. Настолько соленая вода. А мы решили сейчас искупаться. Вода тепленькая, но очень мелкая. А завтра будем мазаться. Ну мы будем мазаться завтра, а естественно это вставим в этот ролик, в это видео. Так что оставайтесь с нами. Смотрите, как мы будем обмазываться грязями. Солнышко почти село, вечереет. А мы готовим ужин. Все-таки мы остаемся уже точно. Вот наш ужин. Перчики, баклажаны, грибочки, кабачки. Картошечка варится, чайчик закипает. Все как положено. А, и еще я же хотел показать вам, как вот этот сыр можно пожарить. Тофу. Растительный продукт. Это у нас тофу, чеснок с укропчиком. Сейчас мы его крупно порежем на шампурчик. Но мы его в конце пожарим, чтобы он был горяченький. Сперва овощи, потом тофу. Раз. Я, 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 я. Ты по центру. Раз. Масло улетело. Я, 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 я. Давай ты. Да я сама. Ты сама, да не пойду. Вот пей ты. Давай я буду нацетать еще два. Я, 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 я. Вот поко, взяли. Я буду еще тлачать, а ты мне поможешь. Не, вот ты. Все. Ура, тофа. А-а-а-а-а-а-а-а. Идем. Это тофу полезной сыры, это зибы-сампионы, и вот еще зибы-сампионы, и вот перчатки, да бачки, батуажаны, науджатки. Я люблю тофу сыры. Тофан наш готов, овощи готовы, мы будем ужинать и ложиться отдыхать, оставайтесь с нами, завтра будет интересно, мы пойдем мазаться грязями, купаться и собираться домой. На улице 3 часа ночи, и что мы слышим в палатке? На улице влажно, по машине видно какая влажность, дождя нет, но все мокрое. Но в палатке вполне комфортно и влажность не ощущается, а я иду дальше спать. На улице 8 утра, около 8, мы проснулись, уже на улице тепло, солнышко пригревает, палатку расчехлили. Вот такой у меня вид. Птички поют, море шумит, а с другой стороны у нас на таком же примерно расстоянии находится соленое озеро, лечебное. То есть с двух сторон у нас свежий воздух. Преимущество палатки с двумя выходами напротив друг друга. Вот видите, вы можете расчехлить тамбур, зачехлить один и второй, оставить только москитные сеточки и у вас будут протягивать свежий воздух. С одной стороны море, с другой стороны озеро. Офигенно! Ну и сверху немножко вентиляции есть. Что еще делать в лагере палаточном? Готовить еду, но мы особо не заморачиваемся. Сегодня у нас картошечка жареная, дынька. Дынька очень вкусная тоже, вот дыня с арбузом прям по визгонам бомба. Ну что, подходит второй день нашего отдыха к концу. Значит, вчера мы целый день, позавчера мы приехали, вчера целый день отдыхали, сегодня отдохнем. Погода пасмурная, солнышко ушло, а мы хотим все-таки поехать покупаться на грязи. Поэтому, чтобы не терять время, мы сейчас будем собирать лагерь. О! И наверное сейчас пойдет дождь. Слышите гром гремит? Короче, мы соберем лагерь, соберем палатку, пока она сухая. И на машинке проедем к лиману, к соседнему, в сторону этой космической антенны. Там, говорят, какой-то лиман. К грязевой, более-менее нормальный, соленое озеро. Помажемся грязями, обсохнем, обкупаемся и будем двигать домой. Погодка не очень, гром гремит, солнце спряталось. Но мы же обещали вам помазаться грязями, блин. Да и сами хотели попробовать. Поэтому мы решили все-таки собраться сейчас и поехать на машине там помазаться, обсохнуть, покупаться. И будем двигать домой. Вот, будьте осторожны. Я думаю, что это клещ. Большой для клеща, но... По форме похож. Очень похож, да, на клеща. Прям в палатке, представляете? Вот преимущество, когда берете с собой посуду. Нет у вас одноразовых этих пластиковых тарелок, вилок. За несколько дней у нас насобирался вот такой всего лишь кулечек. С пластиковым мусором. А все, которые отходы у нас были органические, мы что сделали? Закопали. Выкопали яму, закопали, они прогниют. Это вот чужой мусор, а вот наш. Такой небольшой пакетик. Я пошел. Да, вода теплая. Немножко попасилась. КОНЕЦ Обмазался я грязью, как чумазик. Надо подождать, пока солнышко, ветер обсушит грязь, она сохнет. Я так понял, когда она сохнет, она все спор вытягивает. Ну и типа процесс какой-то там лечебный. Сейчас подождем, я высохну, стану таким серым цветом. И тогда пойду купаться в этом же соленом озере. Прошло минут 10, солнышка нет, ветерок есть, но солнца не хватает, чтобы быстренько обсохнуть. Но я уже чувствую, как меня вообще стянуло, прям все ошколет у меня. Ну, короче, чувствуется, что эта фигня засохла и прям что-то происходит, наверное. Сейчас еще пару минут и я пойду купаться. Я покупаюсь, смоюсь и мы поедем дальше, наверное, проедем к этой антенне большой. Посмотрим, потому что я на горизонте вижу еще маленькие такие антенны похожие. И выедем по той дороге. Это я беру с собой, чтобы не утонуть. Видите, какая глубина. Доехали мы до антенны. Так она выглядит со стороны. Вблизи, так сказать. Колючая проволока. Почти как на пляж огорожена. Подъехали почти к антенне вплотную. Выехали мы на асфальтовую дорогу. Будем двигаться в село Молочное и домой. В село Молочное. Частные домики. Фермы. Гончики в селе Молочном. Ява на яме. А нам все равно. Выехали мы из села Молочное и домой отдыхать от отдыха как обычно. Всем, кто досмотрел до конца. И кому понравилось видео, может что-то было полезное. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Будет много еще интересного видео. Всем пока. До скорых встреч. Это еще не все. Небольшая вставочка. Приехали мы домой. Благополучно добрались. Загрузили посудомойку. Вся наша посуда. Стаканчики, тарелочки, вилочки, ложечки. Все перевезли с собой. Сейчас помоем. Упакуем. И на следующий раз все уже будет готово у нас. Всем еще раз пока.